Ребят, всем привет! Сегодня я хотел поговорить о возможных шагах, которые могут сократить ваш экологический след. Я периодически делаю такие видео. Собственно, для чего это имеет смысл делать? Ну, потому что экология важна. Думаю, не стоит это, конечно, в деталях объяснять, но очевидно, что если мы не сможем сохранить нашу среду обитания в оптимальном виде, то существование не только нашего вида, но и всех остальных будет находиться под угрозой. И здесь имеет смысл, конечно же, сокращать индивидуальный экологический след каждого. Причем можно это делать мелкими шажками, можно делать самыми большими шагами. В том числе об одном из самых больших шагов по направлению к сокращению своего индивидуального экологического следа я говорил в видео про вазектомию. То есть, если ты живешь экологично, скажем так, то не факт, что твое дитя будет жить аналогично, так еще и тот факт, что ты можешь сделать не только одного, но и двух, трех, четырех, и сколько там, в некоторых семьях вообще очень много детей бывает. Все это, конечно, приумножает именно твой экологический след. Заводить детей или нет, это, конечно же, тема для другого разговора, для подготовки, к которому вы можете почитать мысли из антинатализма. Но вот предпосылкой к сегодняшнему видео стала вот эта посылочка. Предпосылкой стала посылка фактическая, физическая. И мы здесь, как видно, заказали через Amazon Prime маме. И вы видите, какая это коробка по размеру. Она гигантская. Посмотрим, что в ней. Я вот сам не знаю, но... У нас имеется упаковочный материал. Пожалуйста, огромное количество его. И это просто, как она называется, ложечка или как? Лопатка, когда вы жарите. Вот эта Тефаль до 230 градусов, она терпит температуру и вроде как должна работать. Но вы понимаете, что вот это просто никак не сопоставимо. Здесь какая-то неправильная экология в данном случае сработала. Именно этого продукта в магазинах не было. То есть нужно было поискать, поездить по этим самым магазинам, потратить бензин. И, соответственно, наверное, легче было все-таки заказать. Что мы и сделали. Но в сегодняшнем видео я хотел рассказать о таком виде магазинов физических, как незапакованные магазины или Unfepachtladen, как они называются в Германии. В основном это видео, наверное, для проживающих в Германии будет. Если в России есть такие магазины, которые продают незапакованные, так называемые, в развес продукты, то дайте мне знать в комментариях. Там продают, так, положу, пожалуй, вот эту лопаточку. Там продают продукты, которые можно, как я уже сказал, можно взять на вес. То есть рис, там такие специальные контейнеры. Открываешь и насыпаешь в свою тару, увозишь домой. В идеале, конечно, ты на велосипеде или пешком добрался до этого магазина, а не на машине. И потом, собственно, расходуешь дома. И приходишь еще, еще набираешь. Кроме риса, там можно всяческие, конечно, продукты, макароны, там сушеные какие-то продукты, бананы, апельсины, яблоки, какие-то сладости. Но и продукты для ухода за домом, то есть это какие-то вещества для мытья пола, для мытья стекол и прочее. Все это наливается в свою тару, которую вы потом множество раз можете использовать. И в этом тем самым достигается экологичность. Потом имеется шампуни, косметика, которые тоже, если, допустим, речь идет о шампунях, то можно фактически набрать. Теперь небольшая загвоздка в этих магазинах. Я не знаю, каким образом в Германии могла такая модель магазина вообще прокатить. Я не знаю, как это вообще возможно. Но вообще-то я подразумеваю, что в школе обучают всяческому дерьму детей. И поэтому, если вы, опять-таки, возвращаясь к началу этого видео, решили завести ребенка, то действительно вам для создания ответственного, осознанно функционирующего существа нужно будет инвестировать гигантское количество своего времени, чтобы что-то из этого человека действительно получилось. Потому что в школе не научат жить на этой планете, а научат всему чему угодно. 95% я бы сказал тому, чему обучаю в школе, это пустые знания, которые взрослый человек, который из школы вышел, он их никогда не применит. Разве что он пойдет по этой школьной стезе, потом в университет, потом обучится на учителя и будет обучать тому же самому дерьму своих подопечных, школьников, стало быть. Но если вы не хотите стать учителем, то большинство знаний из школы вам не пригодится. В школе не учат, как жить на этой планете, чтобы мы жили долго и счастливо. Вот не только я, но и следующие поколения тоже этому не учат. И это самая большая шутка в нашем обществе и в Германии тоже. Вернемся к магазинам Умфопакт. Итак, как это все работает? Ну, это же просто две мысли. Мне буквально знакомая написала, что там отоварилась, и у меня сразу такая мысль возникла. Раньше не возникало, кстати, но за две секунды возникло, что откуда этот магазин получает свои товары? Конечно же, он получает их запакованными. Запакованными очень хорошо. Вот таким вот образом, тоже не зря показал. Все это магазин заказывает запакованным. И потом распаковывает, на мелкие части делит, в контейнеры засовывает. И потом люди приходят со своими тарами и чувствуют себя, не знаю, лучше за счет того, что они вот не купили какую-то дополнительную упаковку пластику или что-то такое. Но! Небольшая загвоздка. То же самое, абсолютно то же самое. В этих больших тарах можно заказать любому частному лицу. В Германии, но и, наверное, в России тоже. То есть на рынках можно рис мешками покупать, гречку, макароны. Можно все это гигантскими тарами самому покупать. Если ты живешь не один, то, скорее всего, ты справишься. Как мы, например, с Камилой тоже справлялись запросто с 25 килограммами риса, там, овсянки. Все это запросто у нас уходило. Но если ты не ешь так много или ешь разнообразно, например, ты хочешь басмати рис, потом ясмин рис, там, дикий черный рис, все это хочешь помешать и так далее. И все это, если каждый этот вид, сорт риса будет в отдельном мешке по 25 килограмм, то, конечно, это не настолько быстро уйдет. Но у тебя наверняка есть знакомые, и ты сможешь с ними поделиться, тоже в их тару положить тот же самый рис и прочее, и прочее. Тем самым сократив тот самый экологический след при покупке риса до минимума. То есть реально в этих магазинах, унфопакт, там же еще и цены, цены просто зашкаливают. Там за 100 грамм макарон, ну, короче, макароны получаются где-то в два раза дороже, чем если бы ты упаковку маленькую покупал. Маленькую в обычном магазине в два раза дороже. Это минимум. А если ты купил бы для себя большую тару макарон, у нас продаются по 5 килограмм. Я не знаю, есть ли больше тары, не интересовался, но по 5 килограмм тоже продаются. И там будет еще дешевле. То есть можно сэкономить, можно выбрать что-то экологически адекватное, и можно что-то купить, что, да, будет полезным для твоего здоровья. Вроде бы как здорово, но почему-то люди финансируют вот эти магазины. Я понимаю, что это удобно, но это не экологично. Точнее, это не максимально экологично. Заказывайте в больших тарах, если вы и так знаете. Вы же не первый год живете в своей жизни. Вы знаете, как вы в прошлом году примерно сколько вы сожрали того же риса. Вы знаете, сколько раз вы ели гречку в прошлом году. Вы знаете, как часто вы едите макароны. Все это вы примерно знаете. Почему мне заказать в больших тарах самому себе. Поинтересоваться, где это возможно сделать. На каких-то ярмарках, возможно, рынках в России. Могу себе представить. В Германии все это онлайн тоже можно заказать. Или есть в Германии тоже такие склады, скажем так, в которых можно массово все это покупать. У нас, по-моему, рядом именно нет. Нужно ехать чуть подальше. Но это все в общем и целом имеется. Тот же Метро Кэшн Кэри, Рацио и другие магазины, в которых можно для предпринимателей закупаться. Все это имеется в чертовой Германии. И вот это, собственно, было все на сегодня. Извиняюсь, что на вас выплеснул вот этот весь подгоревший, так сказать, пукан. Но, блин, это серьезно, настолько слабоумно. Если подумать, если вот представить с этой перспективы. Я сам был в этих унфопакт-магазинах пару раз. И просто было интересно. Какая-то необычная форма. Вау, в контейнеры там свои набирать. И все такие ходят там. Не знаю, кто-то босиком зашел в магазин. Все такие мега-суперэкологичные. Но, серьезно, ребята, в таких магазинах людей, которые думают об экологии, вообще увидеть должно быть сложно. То есть, они должны все это для себя заказывать. Один раз в год. Огромными тарами. Все это, чтобы хранилось. Места тоже достаточно. Я думаю, в любой квартире будет для пары мешков. И тоже проблем с тем, что какие-то животные там заводятся у нас никогда не было. Окей, это было все. Огромное спасибо за внимание. Дай обязательно мне знать, что ты думаешь по поводу закупания товаров. Я часто привожу наши закупки в обычных магазинах, но вот большими тарами. Как ты на это смотришь? Оставь комментарий внизу. Не забудь подписаться на канал и включить уведомления. Все знаешь, в принципе, как это все делается. Да-да. Субтитры сделал DimaTorzok